Всем привет! Вы находитесь на канале Собервижн. В этом выпуске вы узнаете, зачем муравьи Крематогастер переходят дорогу, куда ведут их тропы, чем они занимаются за пределами своего гнезда, а также посмотрите, какие еще насекомые обитают рядом с колонией этих малышей. Большинство из нас ходят по дороге и даже не задумываются, что под ногами кипит жизнь. Те, кто содержит дома насекомых, намного чаще обращают внимание на то, что творится в мире муравьев в естественных для них условиях обитания. Вот и я недавно обнаружил две колонии муравьев Крематогастер. Периодически проходя по дороге, я замечал, как эти симпатяги с брюшками в виде сердечек бегут под четко проложенной тропинке. Причем их тропы реально хорошо видно. С чем это связано, непонятно, но скорее всего с муравьиной кислотой. Чем же они еще смогли нарисовать эти дороги? Муравьи бежали от домов в сторону газона, ну или наоборот, со стороны газона к домам. Мне стало интересно понять, где они живут и зачем им бежать в дом. Тревоначально я предположил, что они живут неподалеку на деревьях и бегут в сторону строений за пищей. Деревья являются наиболее распространенным местом обитания этих малышей. Также они могут отлично себя чувствовать в земляных гнездах и под камнями. Я проследовал сначала в сторону строений и посмотрел, куда же они могут тут бежать. По зданиям также были проложены четкие дороги, по которым тонкой струйкой двигались рабочие. Конечно, рабочие, ведь у крематогастеров нет солдат. Да и эти крохи сами могут за себя отлично постоять, кислота их самое грозное оружие. Смотрите, как они прикольно трясут своими брюшками во время схватки с чужаком. Первая колония залезала под подоконник в образовавшуюся щель. Я не думаю, что они смогут проникнуть в дом и, скорее всего, тут и есть их гнездо. Просто матка кремов в момент лета нашла самое подходящее и стабильное место – щель под подоконником. Другая колония весело и дружно залезала в щель, образовавшуюся в плитке дома. Скорее всего, это тоже есть их гнездо. К сожалению или к счастью, но наши дома становятся пристанищем многих животных. А что, очень удобно и не надо напрягать голову, из чего и где построить свое жилище. Залезай и живи. Так, ну а тогда куда они могут направляться? Давайте посмотрим, что находится с другой стороны. Муравьиная дорога врезалась в траву, и там их уже не увидеть. Но что же находится прямо рядом с этими гнездами? Молодые побеги деревьев. И стоит только подойти поближе и посмотреть под листья этих побегов, сразу все становится на свои места. Крематогастеры – непревзойденные содержатели коров муравьиного мира – тли. Посмотрите, тут у них целая плантация. Все листья были усеяны стадами с тлей, которая жадно пила сок из листьев и выделяла сладкую жидкость, которую так любят муравьи. Кстати, эта жидкость называется пать. Фактически, в домашних условиях мы даем им сахарный или медовый сироп, который и заменяет им эту жидкость. Ну или заменяет сок от переспевших фруктов и ягод, которые также с удовольствием пьют муравьи. На плантации у кремов складывается четкое впечатление, что у каждого небольшого стада тли есть свой пастух, который безустанно щекотит своими усиками коровы, чтобы они поскорее пили сок из листьев и выделяли сладкое молоко. К сожалению, такое вмешательство не проходит без последствий для дерева и постепенно листья превращаются в дуршлаг. После чего муравьи переносят тлю на новые, более сочные и молодые листья. Ну и конечно, в случае вторжения незнакомцев защищают своих коров от врагов, а на зиму прячут их в свое гнездо, чтобы с наступлением весны выгнать их на новые, сочные побеги. Кроме муравьиных плантаций я увидел еще несколько интересных насекомых. Ну, зеленая гусеница это так себе находка, а вот богомол... Тут, как ни странно, я вспомнил, как в пародии на Алекса Бойко я хотел выжать из богомолов сок. Если вы хотите, чтобы я выжил сок из богомолов, ставьте лайк и пишите свое мнение в комментариях. Богомол притаился в зеленых зарослях. Окраска этого насекомого очень хорошо его маскирует. Заметить богомола можно не сразу. Он с большим удивлением смотрел на мою камеру и при первой же возможности ретировался вниз по стволу. Кстати, фотографии насекомых и не только, которую я делаю задолго до выхода сюжетов на ютюбе, вы можете найти как в инстаграме, так и в нашей группе вконтакте. Ссылочки будут в описании под этим видео. Заходите и подписывайтесь. В предыдущем видео на муравьиную тематику я уже говорил, что сейчас у меня дома только одна колония жнецов. Лох! Пидор! Недавно я поймал еще одну матку, но пока эти колонии я не планирую показывать на канале. Есть задумки поглобальнее и поинтереснее, но всему, ребята, свое время. Ну а тем временем наши пастухи-крематогастеров набили брюшки сладким сиропом и уже вовсю спешат домой, чтобы накормить там все потомство, охранников, нянек, ну и, конечно же, саму королеву. Вот такое сегодня получилось видео, ребятушки. Если вам интересен такой формат, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Всем спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok